Ребят, рад всех приветствовать! Меня зовут Дмитрий, вы находитесь на канале Дневник Грибника. Больше месяца я не был в лесу, не собирал грибы, были на то причины. Ну вот, наконец, появилось свободных пару часов времени, я, конечно же, поспешил в лес. Пошел недалеко от дома, решил прогуляться по хорошо знакомым мне осинничкам в поисках подосиновиков. Немножко уже вот прошел, поискал, пока ничего не попадалось. И вот он, смотрите, первый, наконец, мне попался. Вот такой вот красавчик. Смотрите, сейчас мы с вами его сорвем и проверим, в каком же он состоянии. На вид ничего, крепенький, хороший. Ну и вон я вижу уже, что он неплохой. Сейчас обрежем и проверим. Оп, смотрите, чистенький, идеальный. И под шляпкой там вот какие-то немножко пару дырочек видно, но я думаю, что он должен быть хорошим. Смотрите, какой красавец. Вот так вот, ложим его в корзинку. Я пока шел, уже по пути мне повстречалось вот несколько молодых шампиньончиков. Пару подберезовиков таких вот помоложе я взял и штук пять, наверное, нашел совсем-совсем старых таких уже. Они разлезлые. Вроде они были и чистые, но я их трогать не стал, потому что уже до дома их не донесу. Ну вот, начало такое вот, ребят. Идем дальше. Я думаю, еще находочки у нас будут. Так, ребят, немножко я прошел еще и смотрите, что нашел. Вот, смотрите, подосиновик такой уже большой. Ему подгрызли ножку, слезнячки какие-то, и он просто-напросто упал. Или мышки, или слезнячки, не знаю. Но он уже такой переросший, скорее всего, там. Ножка чистая, но шляпка, скорее всего, там будет. Смотрите, да, с жителями. Вон, как его подъели. Ну, вот так вот, идем дальше. Не успел даже отойти, даже один шаг только в сторону сделал. И вот он, грибок помоложе, здесь и есть. Смотрите. Ах, красавчик какой! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, какая красота! Какая лепота! Смотрите, какой молоденький, крутой грибочек. Класс! Вот это вот меня радует. Сейчас я его сфотографирую для инстаграмчика. И потом мы с вами его сольем, проверим, в каком же он состоянии. Так, ребятушки, ну что, отфотографировал я этот замечательно классненький грибочек. И сейчас мы с вами проверим, в каком же он состоянии. Господи, какой же он красивый, какой же он классный. Вообще, так давно я не был в лесу, не собирал грибы, что у меня прям аж радость просто переполняет. Это же дрожь в руках какая-то началась. Ну, я уверен, что он чисто ганчет будет. Смотрите, вообще идеальный. Шляпочка тоже хорошая. Классный. Но, ребят, это еще не все. Я здесь рядышком, по соседству, обнаружил еще один. Тоже такую же красотулю. Он еще помоложе, еще даже поменьше размером. Глубоко сидит. Ножка. Оп, достаем, смотрите какой. И то даже всю ножку не достал, он обломался. Ну, этот тоже красавчик, тоже замечательный, тоже молоденький. Супер. Смотрите, какие красавцы. Класс. Ладно, надо это место обследовать повнимательнее. Здесь вот окраина леса такая, осинки. И довольно-таки густая, высокая трава. И вот в ней эти грибочки прячутся. Надо обследовать это место повнимательнее на наличие таких вот красавцев. Ребят, кое-что вам сейчас интересненькое покажу. Смотрите тоже. Ну, я вот хожу вот по этим вот, по опушке, по краине леса, вот эти вот осинки. А здесь вот так вот сосинки такие вот, редкие молодые сосны есть. И высокая вот такая густая трава. И в этой траве вот я случайно, вернее, я не случайно сюда зашел. Я знаю, что здесь бывают маслята. И они, и они здесь есть, друзья. Сейчас я вам покажу. Смотрите. Они прячутся вот так вот в этой высокой траве. Ну, они там есть. Вот масленочек. Смотрите. Вот какой красавчик. Вот. Он тут не один, их тут... Они здесь есть. Вот вообще маленький, молоденький. Тут еще. Вот. Ну, вот обломался. Видно, что он целенький. Внутри чистенький. Вот они тут. Смотрите, как попрятались. Не знаю. Похожу, конечно. Я сейчас их поищу здесь. Тяжеловато, конечно. Тут этот подгрызли немножко. Слизнячки. Вот еще. Смотрите. Они молодые такие. Маленькие, молоденькие. Смотрите. Вот их тут хватает. Они есть здесь. Вот я их вижу там. Ну, тяжеловато их тут копаться, доставать. Поэтому, ребят, я сейчас их соберу. Положу здесь. Вот, вот, вот. Я не знаю, как камера передает через эту траву. Но тут надо копаться, их доставать, конечно. Та еще работа. В общем, я сейчас их пособираю здесь. И потом вам покажу общее количество. Сколько я их тут нашел. Ну, может, тут их и не сильно много, но кое-что есть. Так, ребят, режу маслятки потихоньку. Вот среди этих вот сосенок. Среди такой вот густой травы. И попалось кое-что еще интересно. Среди сосенок затесалась такая вот березка. Молодая, не старая. И под этой березочкой есть находки. И поинтереснее, чем маслята. Маслята тоже есть. Смотрите, вот. Вот. Еще здесь они есть. Сейчас разгребать траву эту не хочу. Я их потом, когда все соберу, вам покажу. Их хватает здесь. Но здесь еще есть вот что. Смотрите, под березовичек. И не переросток какой-нибудь там трухлявый, а вот такой вот молоденький, крепенький. И он здесь не один. Сейчас я вам покажу еще. Вот еще маслятки здесь. А вот он еще под березовичек. Вообще совсем-совсем малюсенький такой вот. Смотрите, красавец вообще. Шикарный. Во какие. Вообще, картина маслом. Просто суперски. И, ребята, это еще не все. Они здесь есть еще. Так, маслята не потоптать бы. Так, смотрите. Так, ложились пока сюда. Вот. И тоже в траве. Среди листвы коричневой вот и среди травы их так трудно замечать. Смотрите, во какой. Сюда его. Вот еще, ребят. Смотрите. Вот он, красавчик. Ложим их сюда. Так. Дальше. Вот еще, ребятушки. Эти уже постарше. Эти уже постарше. Но выглядят довольно крепко. Вот еще один. Вот такая вот находочки. Такие вот. Ух ты. Какие маслятки тут классные, ребят. Смотрите, какие крутые. Целая их тут колония. Целая колония здесь их. Вот они. Молоденькие, шикарные. Вообще красотища, друзья. Класс. Находки радуют. Вот. Конечно. Конечно, я вам скажу, ребят. То еще занятие среди такой вот этой густой, высокой травы собирать грибы. Ну. Ну, а что поделаешь, друзья. Не всегда грибы растут так, как удобно нам. Иногда приходится и попотеть, чтобы их пособирать. И их здесь, этих маслят, ребят, я хочу сказать, тьма. Вот этой траве буду их собирать. Вот пока промежуточный итог вот так вот. Это я две сосенки только обследовал, под ними собрал. А тут еще и такие вот крутые, замечательные ребята нам попались под березовички. Так, ну что, проверим, какие они. А то я радуюсь, радуюсь. А радости-то толку, а не червивые, ребят. Не, вот, ножка червивая, шляпочка хорошая. Забираем. Следующий. Тоже ножка слегка, вон, пару дырочек есть. Вот так вот. Но шляпка ничего. Вот этот идеальный. Совсем молоденький. Этот тоже, вон, белоснежный просто, шикарный. Ну, эти вот, смотрите, и эти чистые. Они уже, конечно... Не, вот этот червивый. Вот этот червивый, сильно червивый. Во. Ну, а вот этот... Нога-то чистая, но вот шляпка не знаю. Ну, ладно, возьму его дома, разберусь. Вот, пока такой вот итог. Но маслята здесь хватает, ребят. Буду резать. Буду собирать сейчас маслята дальше. Потом, чуть позже включусь. Так, друзья, еще вот включился. Покажу вам. Смотрите, попадаются маслята не только молоденькие, но и вот такого вот уже размера. Довольно-таки неплохого. И давайте посмотрим с вами, какого они качества, в каком они состоянии. Ну, вот ножка червивая, да? Ну, шляпочка хорошая. Шляпка чистая. Следующий чистенький, смотрите. Следующий. Вот следующий червивый. Ну, вот шляпка чистая. Ножку я убрал. Шляпка хорошая. Здесь такая же ситуация. Этот молоденький, идеальный. И вот еще побольше. Тоже чистый. Ну, вот смотрите, ребят. Даже несмотря на то, что размер уже их ни маленький, ни молодой, они чистенькие. Вот шляпки стопроцентно чистые. Но чаще всего попадаются все-таки молоденькие. Такие вот большие изредка. Молоденькие вообще все идеальные. Все, ребят, собираю дальше. Грибочков тут хватает. Это не последнее. Так, ребят, еще покажу вам зрелище. Красивое, смотрите. Здесь тоже те же сосенки все. Борщевик стал тут попадаться. Гадость эта разрастается. Смотрите, какая красота. Смотрите, вообще. Молоденькие. Классненькие. Шикарные, крепенькие. Такие вот маслятки. Фух, вот это здорово, ребят. Это еще не все. Пойдемте с вами дальше. Смотрите, они растут такой полосой здесь. Вот они пошли вот так вот отсюда. И дальше, дальше продолжают свой рост. Вот. Смотрите. Вот еще. Такие тоже. Они здесь вот и средненькие такие уже. Есть он совсем-совсем малюсенькие. И они прошли дальше. Так, не потоптать бы их здесь. Оп. Смотрите, переходим сюда. И вот дальше здесь. Вот они. Вот они тоже уже есть такие побольше. Вот. Вот, вот, вот. Прям под борщевиком под этим. Смотрите, вон. Ой, вон там дальше, под сосной, их тоже тьма. Господи, боже мой. Друзья, вот это клондайк. Вот это я попал. Я шел сюда, я хотел проверить это место. Я знал, что тут маслята. Смотрите, какая красота. Прям вон, в самых корней сосны. Вот они. Вообще шикарное зрелище, ребят, класс. Вот здесь их тьма. Вон там дальше тоже их много. Я не знаю, я вообще их вам не покажу. Просто дергать вот это вот, ходить камерой. Это тоже не очень вам будет интересно так смотреть. Буду просто по порядку сейчас идти их собирать. И просто потом покажу вам, ребят, общий итог. Это я вот буквально вот здесь такая вот редкие сосны. Буквально я вот, наверное, четвертую эту вот сосну прохожу. И под ними просто смотрю и собираю. И под каждой из этих сосен вот растут такие вот замечательные грибочки, ребят. Все, буду собирать. Ну что, ребят, показываю вам результат. Пока вот так вот. Не пока, а уже вот так вот. Почти целая корзина маслят. Вот. И они еще есть. Они здесь еще есть. Я сейчас буду их собирать. Доберу корзинку и пойду домой. Хотел показать вам еще под березовики нашел. Ну, они, конечно, уже старые. Смотрите. Так, а это что тут? Это какая-то свинушка. Вот один. Вот второй. Ну, они уже старые переростки. Но попадаются довольно часто. Я вам их не показывал. Камеру не включаю. Ну, вот сейчас решил показать. Вот третий. Ну, вот этот. Ну, вот этот что-то более или менее еще. Блин, столько мошкары, столько мух. Ужас. Очень влаги много. Влажно. А сейчас еще солнце пригрело. Парность такая. Мошки повылетали. Ну, вот под березовичек ничего. Хорошенький. Берем. А те два даже проверять не буду. Там видно, что они. Переростки. Так, друзья, пойдемте еще покажу. Где-то еще я тут что-то видел. Так, вот еще один. Еще один под березовичек. Сегодня их довольно часто у меня не попадаются. Но чаще всего они переростки. Вот в одном месте были хорошенькие. Я вам показывал. Я потом еще там нашел три штучки молодых. Ну, вот этот вот. Он если даже и целый, я его брать не буду. Потому что он уже, ну, червивый. Все. Ладно, ребят. Пойду добирать корзинку маслятами. И пойду домой. Больше мне их не надо. Ну, вот. Так. Ну, что, ребят. Докладываю вам обстановку. Ну, сразу показываю. В общем, вот. Добрал я корзину маслятами. И все. Пойду домой. Потому что время, к сожалению, поджимает. Только два часа свободного времени у меня было. Ну, вот корзину набрал. Мне хватит. Хотя их там реально много. Еще очень много. Еще без проблем корзину набрал бы. Но, к сожалению, время на исходе. Ну, и я не жадный. До грибов хватит мне и этой корзинки. Их еще перебрать. Вы знаете, что такое перебирать маслята. Это вот эти пленочки. Все поснимать со шляпок. Это тоже процесс, конечно, еще тот. Но это того стоит, ребят. Маринованные маслята это нечто. Это, конечно, вкус неописуемый. Все они пойдут у меня в маринад. Все, ребят. Всем спасибо большое за внимание. Ставим пальцы вверх. Кому понравилось, подписываемся на канал. Всем пока.